Брэд сдох, если ты вдруг интересовалась. Я его лично съел. Всем хай, с вами Юджин, и есть у нас такая традиция в Resident Evil играть. Начиная с седьмой части, мы с вами играем во все выходящие послечасти, которые, мне кажется, мы ни одной не пропустили на самом деле, которая вышла после этого. Если пропустил, то это ничего удивительного. Мне пофигу. Короче, нет, мне не пофигу, я люблю Resident Evil. Я помню, в детстве еще играл вот третью часть, вторую часть. Мне вторая часть, конечно, больше всего нравилась. Она меня очень дико пугала. Третья тоже была крутой. В принципе, все части Resident, которые я играл, были очень крутые. Мне нравится минималистичное меню в этой игре. Они хотят, видимо, подготовить нас. Ну, типа, мы смотрим такие, ну что это за меню такое? Ну что это вообще? Кто работал над этой игрой? Недоделанное. А потом зайдем и такие увидим, вау, размах. Итак, стандартный, конечно же, сюжет. Мы будем в нее периодически играть. Не уверен, что я буду прям каждый день выпускать по ней прохождение. Я не хочу, чтобы игра мне надоедала, понимаете? Я хочу испытывать каждый раз радостные эмоции. Эпидемия распространилась быстрее любой болезни в современной истории. Расходите смедленно! По городу броют разъяренные толпы. Горят здания. Власти ожидают сегодня новые беспорядки. Плавят пожары. Окей. Он потерял сознание. Лицо сильно расцарапано. В городе объявлено чрезвычайное положение. На юго-западе США объявлен карантин. Власти не могут сказать. Власти не могут сказать. Честность, принципиальность, верность, делу. Это главная ценность, лежащая в основе Амбрелла. Лжец. Негодяй. Прикольно, если бы так политики выходили, власти не могут сказать. И уходят. И ничего не скажешь здесь. На этом фундаменте мы продолжим строить светлое будущее для всех. Кинематографичная заставка, это круто. Отсылает нас к самой первой Resident Evil. Окей. Мне что нравилось в первых частях Resident Evil? То, что ты не понимаешь, что происходит. Вообще не осознаешь. Все очень таинственно. Здесь, в принципе, мы знаем уже абсолютно все. И это проблема, на самом деле, перезапусков и продолжений. Очень сильно длинных продолжений. Тем, что ты уже... Ну, зрители уже все знают. Это как история с Человеком-пауком. Уже из-за того, что три перезапуска было, они даже уже начинают из истории убирать все важные элементы становления паука, типа, смерть дяди Бена и так далее. Они просто забивают на это вот последний паук, Том Холландовский. Вообще ничего этого нету. Просто подросток, который просто... Ну, типа, все там это произошло. Ну, вы знаете, короче, ребят. И вот это вот... Теряется шарм из-за этого всей истории. И для меня это, знаете, как... Очень круто все это выглядит, на самом деле, мне нравится. Для меня это как... Сейчас скажу. Взять народные сказки, народные истории и выкинуть все важное из них, потому что, ну, вы и так все знаете. Давайте экшен посмотрим. Вот Колобок, да, просто... Начиная с того, что Колобок уже катится. Да мы знаем, что там он бабули, дедули жил и ушел от них. Давайте посмотрим, как он крошит в животных. Ну, короче, пустая история из этого получается. Мне кажется, надо просто придумывать новые тайтлы. Вот по факту, да, надо придумывать новые тайтлы. Не лениться. Но на самом деле, все, что сейчас происходит, мы понимаем, что индустрия на грани коллапса, возможно. И они пытаются просто поддержать какой-то уровень денежный, внутреннюю экономику. Это печально, друзья. Очень печально. Давайте теперь играть, собственно. Я высказался. Я не знаю, разделяете вы мое мнение или нет. О, кстати говоря, я сегодня проснулся. Из окон точно такой же был вид. Мокрый. О, тень от меня есть. Это прикольно. Ладно, нам сюда, я так понимаю, в ванну. А там будет дыра в стене, да? Привет, этот Silent Hill. Опа! Редкое явление, когда дают возможность рассмотреть себя в зеркало. Хорошо, давайте закроем. Пистолет. Пистолет. У нее пистолет лежит. О, нет. Мы больны? Это сон. О. Знаете, я думаю, я через геймпад буду играть. Кому-нибудь когда-нибудь снилось, что зубы выпадают? Отвратительный сон. Мне такие снились периодически. Это Джилл? Сейчас будет, да? За две недели до этого. Я не помню сюжет, правда. Это просто сон. Просто сон. Хорошо. Черт. Я буду стараться читать субтитры, потому что сейчас мне что-то хочется это делать. С каждой ночью все хуже. Смотрите. У него что? А, мне показалось, у него глаза зачеркнуты. Еще три дня. И я попрощаюсь с этим городишком. Да, это вот в самый разгар. В самый разгар жопы. Такое ощущение, как будто, знаете, все очень близко. Как будто кто-то выкрутил трансфокатор объектива, и все прям... Ну, угол должен быть шире. Угол обзора. Смотрите, там... Я думаю, что пожар загорелся. Ладно. Давайте включим свет. Ооо. А, мы детектив, да, какой-то? Отчет Джилл. Да, это Джилл. 26 сентября 1998 года. Прошло уже два месяца после того бардака с амбрелла. Из-за временного отстранения расследование продвигается не так, как хотелось бы. Возможно, эти записи о том, что удалось обнаружить, будут последним, что я сделал, как офицер Старс. Я лишь надеюсь, что это поможет выяснить правду. Ти-вайрус. Заражение этим вирусом, похоже, становится натуральными зомби. Зараженный, точнее. Удалось выявить несколько путей передачи данного зомби-вируса, описанных ниже. Укус зараженной особи, при котором происходит обмен биологическими жидкостями. Контакт с воронами, питавшимися зараженной падлью. Передачу воздушно-капельным путем можно исключить из-за недостаточной жизнестойкости вируса. Стоит отметить, что у выживших еще не проявились симптомы заражения. Пока нельзя сказать, вызвано ли это долгим инкубационным периодом, или нам просто повезло иметь природный иммунитет к инфекции. Вы должны сохранять бдительность даже после окончания расследования. Вот, кстати, тут интересно. Как она сказала, что воздушно-капельным путем не передается, да? Да, но в то же время мы же... Ну, то, что у меня в голове сохранилось, это колба с вирусом упала, разбилась, и испарения пошли, и люди заразились через дыхательные пути. Окей, что касается меня, если не принимать во внимание некоторые трудности со сном, я нахожусь в хорошей форме. Но все-таки не стоит слишком себя обнадеживать. В конце концов, это может быть долгий инкубационный период. Стремно. Эта игра как никогда актуальна, да, сейчас? Так, что мы еще можем? Нет. Все-таки геймпад это не совсем мое. Вот хочется больше свободы, контроля. У меня руки как-то привычные, больше работают с мышкой и клавой. Фармацевтическая компания, лидер отрасли в этом сегменте рынка, Амбрелла, сосредоточена на разработке оружия, сохраняя при этом статус фармацевтической компании в качестве прикрытия. Тайно разрабатывает биологическое оружие. Вспышка тип вируса в исследовательском центре в горах Арклей. Приписывается инцидент в особняке. С сговора с руководством Раккун-Сити. Крупные пожертвования мэру Уоррену. Эффективный контроль над городом. Понятно, мы занимаемся... Стоп, я не могу так погодить. Да, хорошо, спасибо за костюм. Настройки. Камера. Сейчас мы с ним до рождения камеры. Это окей, 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 окей. Экран. Зона видимости. Давайте посмотрим. А, это все... Окей, ну с камерой все нормально. Короче, оно так, как есть. Принимаем как должно. Сообщение от коллеги. Джилл Валентайн. Эй, горячая голова, как дела? Все никак не могу поверить, что Айронс отстранил тебя. Какая чушь. Да он должен медаль тебе дать за то, что ты выбралась из этого ада в июле. Конечно, ты будешь копаться и задавать вопросы. Надеюсь, ты не злишься, что я не вмешался. Все произошло так быстро. Старс были гордостью полиции. Когда шеф распустил нас ни с того ни с сего, у меня не было сомнений, что я уж точно потеряю работу. Говорят, ты собираешься покинуть Раккун-Сити. Я так и подумал, что ты не смиришься с отстранением. Просто пообещаю, что будешь на чеку. Амбрелла не будет сидеть, сложа руки, пока ты пытаешься уничтожить их бизнес. Береги себя, Джилл. Брэд Виккерс. Отряд Альфа Старс. Сейчас и навсегда. Пи-Эс. Пришлось подсунуть эту записку разносчику пиццы, чтобы меня не засекли. Наслаждаюсь мега-мясным шиком. Это от меня и ребят. Так, она насладилась мега-мясным шиком. Давай, что у нас здесь есть? Я могу что-то из этого? Нет. Ванная. Смотрите. О, нет. Сон повторяется. Неприятно. Пистолета нету. Опа! Опа-допа! 28 сентября. Ракун-сити. Го. Наконец-то сделали вид. Вот теперь удобно. Так, побежали. Можно бежать? Нельзя бежать. Не почитал? Ну ладно, потом. Бежать пока нельзя. Ладно, иду уже. Алло? Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Слушай, тебе надо выбираться оттуда. Ты о чем? Нет времени объяснять, выбирайся оттуда сейчас же! Ладно, дай только захватить... Это Немезис! Он с ней очень ласков. И он типа тиран. Так, все, бежим. Что за чертовщина? У него есть какие-то садистские наклонности? Потому что, когда он уже вот, она у него в руках, он начинает с ней нянчиться. А когда он убегает, он прям максимальный эффект опасности создает. Надо выбираться отсюда. Да-да-да, мы знаем, мы знаем. Куда? Вниз. О, блин. Дядя, держись, я сейчас... Я сейчас... Держись, говорю. Бедняка. А, нет! Да, вставай, Джилл. А! У него язычок из ладонечки. Из ладонечки вырвался. А, жалко, все это не дают делать нам. Это было бы очень круто. Не оборачивайся. Сейчас он опять через стенку вырвется, да? Нет, это окей. Да чтоб тебя! А где тут мужик? А, это уже с другой стороны, да? Так, ладно. Да, блин! Хорошо. Вот че он не раздавил ей голову? Признайся, Немезис, ты добрый в душе. Да вы... Смотрите, он какой изобретательный. Че творит, а? Че творит? У него, видимо, установку внутри. Убить креативно. Докреативился, молодец. Но ему это ни по чем же, да? А, ну пока там разберет, сейчас все это, весь этот завал. Какого хрена? Покиньте город. Давно пора, блин. Джилл? Сюда! Брэд! Ты в порядке? Что это за тварь? Понятия не имею. Но у нее похож зуб на двух последних Старс в городе, тебя и меня. Я отсюда валю. Ты только посмотри вокруг. Чем дольше будем тянуть, тем сильнее завязнем. Почему все произошло так быстро? Не знаю. Но беда никогда не приходит одна. Тут прямо Арклей на стероидах. Эй, эй! Погоди! Я здесь! Почему ты убегаешь от нас, Брэд? Ты сейчас умрешь! Это должно быть сон. Как столько людей могли заразиться? Брэд! Брэд, они прорвались! Сюда! Их слишком много. Давай, гоу! Дверь за спиной! Скорей! Сейчас его убьют! Убьют ведь парня! Стоп, а у него у него иммунитет. Не думай об этом. Нужно бежать. Да ладно, Джилл. Мы оба знаем, с чем это закончится. Нет, не знаем. Мы ведь команда? Конечно. Тогда будет добра. Не облажайся, как я. Иди. Нас же тоже будет кусать. У нас есть иммунитет. Прости, Брэд. Прости, пожалуйста. Дружище, мы одни. Мы сами по себе. Сэр, вы труп? Вы труп. Извините. А где же она не успела пистолеты из своего дома взять? О, нет. Брэд сдох, если ты вдруг интересовалась. Я его лично съел. А еще я здесь, чтобы ты потренировалась на мне. Как стрелять? Вот, хорошо. Ребята, идите. У него получается. Нам вообще надо это делать? Не надо. Слили патроны просто так. Они вынудили нас? Воу. Воу-воу-воу-воу-воу. А, ну мы можем пролезть, окей. Джилда, ты? Это я, твой друг. Правда, дай мне тебя обнять. Все, убегаем. Ой, я вспоминаю. Эй, вы там внизу. Идите на крыше у парковки. Я вспоминаю Last of Us. Помните? Парковка, ясно. Помните, как там было передано вот это ощущение катастрофы глобальной? Сэр, вы в порядке? Уйдите, не подходите ко мне. Вы слышали, что они сказали? И вертолет доставит нас в безопасное место. Какое еще безопасное место? Никуда я не пойду. Парковка недалеко. Я вас провожу. Безопас только здесь. Это скрудж. Скрудж самый настоящий. Ладно. У нас один патрон, друзья. Нет, не один. Окей. Гоу. Доберитесь до парковки на крыше. Окей, боюсь. О, блин, они повсюду. Я знал, что ничего не будет. Я знал, что это безопасно. Так, мы уже на парковке, кстати говоря. Вот самое хреновое. А, пользуется лифтом. Так, в целях экономии надо оббежать их. Пожалуйста, лифт. Да, блин, быстрей. А если бы я их убил? А если бы я их убил? Они бы так же... Такая же бы катсцена была. Ну, давай. Сейчас это урод будет, да, здесь? Нет. Ладненько. Эй! Я здесь! Эй, залезайте! Давай. Скорее. Фух. Спасение. И не будет целой игры. Отлично. Да, это ты во всем виноват, да? Спейс. Все ближе. Заводись, черт подери. Моя очередь, сука. Гонадай. О чем мы думали, собственно? Удерживаем. Горло. Болит. Уф. Уфу-ху-ху-ху. Уфу-ху-ху. Мы хоть пристегнулись? Как мы выжили? Мы пристегнулись. Прям как в GTA. Боже мой. Боже мой. Что? Что я должен сделать? Эй, урод. Что это такое? Гранат? В смысле, гранатомет? Эй, полегче, девушка. Я помогу. Кто вы? Что вы делаете? Меня зовут Карлос. Я вас спасаю. Идем. Я отведу вас в безопасное место. Что за Карлос? Не знаю такого. Слушай, сто лет прошло с тех пор, как я играл в третьей части. Так, похоже, мы... Все... Все хорошо. Надеюсь. Мы собираем здесь выживших. Где это здесь? Мои ребята переоборудовали пару вагонов в убежище. Здесь безопасно. Я в порядке. Личное пространство, понимаю. Ладно, идем. Пссс. Ну как же так? Какой придурок, закрыл, а? Прости, придется в обход. Так, что тебе известно об этом монстре? Ничего. Никогда еще такого не видел. Но это не зомби. Он знает, чего хочет. И не остановится, пока это не получит. Разве тебе не нравятся такие... Нет уж, спасибо. Он весь твой. Поверь, ты попала в надежные руки. Есть корпорация Umbrella. Отдел противодействия биологическим угрозам. Сокращенное UBCS. Ты шутишь? Шутишь, черт тебя подери! Это все случилось из-за вас! Стой, стой, стой. О чем это ты? Доверять мне не обязательно. Но я иду в убежище. И ты со мной. Ты со мной? Идем. По щам так надолвал мне. Реал, сто лет играл вот в эту игру. И вообще не помню, что там было уже. Эй, капитан. Этой красотке не помешала бы наша помощь? Карлос. Карлос, ты даже не поинтересовался у красотки, как ее зовут? Ты не уважаешь, может быть, еще ее? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы полиции Раку-Сити. Ее зовут... Ээээ... Валентайн. Джил. Рад познакомиться, Джил. Я командир взвода UBCS, Михаил Виктор. Мою команду послали сюда спасать гражданских. Ясно. И как успехи? Город полностью отрезан от внешнего мира. Изолирован. Большая часть из сотни тысяч горожан погибнет. Или, точнее говоря, станет зомби. Мой взвод сильно потрепало. Даже их уберечь мне не под силу. Можете благодарить за это свое начальство? Ну да. Мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то сможем эвакуировать выживших. Точнее, если ты это сделаешь. Но нам нужна помощь. В одиночку мои ребята не справятся. Ладно. Я помогу. Но я на их стороне, не на вашей. Ладно, все в порядке. Мы тут все заодно. Спасибо, Джил. Ладно, суперкоп. Вот, держи. Это чтобы оставаться на связи. Я умею пользоваться, Райдс. Так, первонаперво. Тебе нужно экипироваться. Поднимайся на улицу. Ты там найдешь припасы. Ладно. Окей. Пойдемте. Я не туда иду. Видимо. Где карта? На карте отображается не только ваше текущее местоположение. Также здесь можно найти все ключевые места и найденные, но не поднятые предметы. Не поднятые предметы. Хорошо. Только что отсюда. Здесь закрыто. Газим. Да? Точно? Да. О, смотрите, можно делать такие вот. Очень техничные. Смотрите, хоп. Зомби не поймет, что произошло вообще сейчас. Повторите задание. Черт, капитан. От вас прямо кусок оторвали. Ничего, скучать по этому я не буду. Порох в полевых условиях. Инструкция UBCS по приготовлению пороха. Если на поле боя заканчиваются патроны, пушка превращается в бесполезную пукалку. Не хочешь сдохнуть? Запиши себе на подкорку эти формулы. Пули, два пистолета. Порох. Х2. Патроны для дробевика. Порох. Плюс высококачественный порох. Окей, мы это все поняли. Честно скажу, меня это все не очень радует. Когда мне тыкают в рожу идеей. Вот. Вот. Современной повесткой политической. Дерг. Просто в рожу тыкают. Запомни. Мальчик мой. Запомни. Вот так. То есть, по сути, я не понимаю. Вот Джилл сейчас необоснованно грубо себя ведет и дерзит. Ей только что жизнь спасли. Все-таки, ну не знаю, необоснованное поведение какое-то. Я в это не верю. Я начинаю выключаться из игры за такой фигни. Ну потому что нам нужно показать, что она, ну вы понимаете, та самая современная женщина и так далее. Вот это все очевидная вещь, блин. Каннибалы-убийцы. Неаппетитная история. Туманным утром 25 сентября в полицейский участок Раккун-Сити позвонил взволнованный горожанин. Произошло дерзкое нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Лэмс. Прибывший на место офицер, полиция обнаружила в мусорном контейнере изуродованное и расчленное тело женщины, покрытое следами множества укусов. Очевидно, несчастная была съедена. И это третий подобный случай в Раккун-Сити за последний месяц. Так, кто же виноват? Кто превращает людей в стейки? Нас в Ньюс Комет гложет чувство, что больным так называемой каннибальской болезнью, которых по идее с августа бесплатно лечат в Спенсер Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой. Наши репортеры отправились в Спенсер Мемориал за правдой и вернулись с добычей, от которой у вас, дорогой читатель, волосы дыбом встанут. Подробности на следующей странице. Короче, сейчас очень часто начинает ощущаться, знаете, пропаганда во всех сферах. И пропаганда вроде бы несет хорошую вещь, но из-за того, что ее так сильно хотят пропагандировать, начинается противопоставление вот этому вот хорошему. И, значит, нужно найти что-то очень плохое. И в итоге другой слой населения становится максимально плохим, потому что это же хорошее, а если есть хорошее, то должно быть что-то плохое. И я часто сейчас встречаю это вот на тему, там, женщины молодцы и так далее. Это все понятно было всегда. Я не понимаю, кому это было непонятно. Но из-за того, что это все пытается впихнуть, соответственно, мужчины ничтожны. Чтобы доказать важность вот одного слоя, надо доказать неважность другого. Ну, чтобы в сравнении было понятно. Соответственно, мужики это и имбецилы, и животные, и зверюги, и так далее. И я... Вот даже взять самого последнего Терминатора. Вот то, что режиссер говорит о... Ну, хорошо, ладно. Это отдельная тема для разговора. Я не знаю. Согласны вы с ней или нет? Пишите об этом. Джилл, это снова я. Короче, я не люблю пропаганду. Это всегда очень однобоко. Старый здоровяк помог расчистить пути. Может, попробуем сделать так, чтобы метро снова заработало? И как это сделать? Сначала восстановим подачу электричества. Когда доберешься до главной улицы, я расскажу, как попасть к подстанции. Поняла. Постараемся побыстрее. Ага. Блин, всего 8 патронов. Нам нужно где-то найти припасы. Где-то они должны быть. Вот. Вот. Давай подбираемся. Хорошо. Кладись. Кладись. Порох. Да, детка. Объединение предметов. Некоторые предметы... Окей, хорошо. Для этого нажмите, чтобы объединить. Объединить. Петронии. Йей. Ох, смесь трав Погодите Вот Это мы помним А мы можем теперь, да? По-моему же мы можем это объединить Вот с этим А, нет, надо было объединять просто с травкой, да? По-моему Ладненько Вроде бы здесь все Что это такое? А, это надо будет открыть Нам нужен ключ Окей, побежали Травы в полевых условиях Хорошо, а, все, это мы Да, это то же самое, это микстура максимальная Зеленая трава плюс красная трава Либо зеленая трава три раза Да, это мы помним Опа, пазл Так Кайт брос, рейлвей Кам... Я, наверное, даже смогла бы включить эту штуку Если бы знала, куда вставлять Давайте подумаем Гу Ага Это наш большой-большой сейф А это наша Классическая печатная машинка Я люблю эту механику Хотя она вообще никакого смысла не имеет Но это прикольно Это прикольно Найн Ладно, я, возможно, просто загнался Может быть, тут в этом нет ничего такого Есть еще выжившие Надо завести уже этот поезд Может быть, в этой игре нет ничего такого Просто Недавно я очень много в эту тему углублялся И Немножко Бугуртил По-своему Видимо, здесь это нашло свой отклик Может быть, это просто такой персонаж Дерзкий Посмотрим, как будет дальше Пока все круто Правда Вы сдохли? Надеюсь Уж было бы очень хорошо, если бы вы сдохли Было бы круто, если бы мешки дергаться начали Сюда не зайти Ладно, пойдемте О, нет Слишком кроваво Смотрите О, прикольно На Вот это неожиданно было Так Нам нужно экономить У нас не так-то много патронов А нам еще понадобится Надо бы как-то Вырубить их, что ли Давайте Стрела в колено Оп Молодца Есть что? Нету Ой Вот так Хорошо, хорошо Это работает Ааа, блин Пазлы прямо в городе Очень прикольно Че, есть? Порох Прекрасно Карлс, я на главной улице Куда дальше? Видишь высоко Опору Лилии электропередач Чтобы по вас Туда Проберись Через переулок Справа Через переулок В котором пылает огонь? Возможно Ну, Каланче Вроде тебя Мелкие огоньки Не помеха Да пошел ты Ну, это нужно вот Потушить Уф А чем же можно было бы Использовать? Нет Написано Универсальный нож Так Друзья Ребятишки У кого есть Гаечный ключ Может быть в машин? Опа Ну Психанули Конечно Блин Я думаю Надо будет в машинах искать Оп Нет Это не так работает Как я хотел Чтобы Всегда Прям безотказно Я экономить Я экономить буду Я уверен Здесь будет спауниться Как в предыдущей части Так О нет Он встанет Да А Да Это не Лонгдарк Нам здесь На слух Не получится Дневник Владелица Владелица аптеки 24 августа Новый Тоник для волос От амбрелла Просто сметает с полок Хотя неудивительно Их продукт Всегда работает на ура Вот я и заказал Большую партию Уверенность окупилась Буквально Продажи растут И вырастут еще Когда все узнают Поговаривают Что где-то Случились беспорядки Надо подумать Не купить ли сейв Для пущей сохранности Такой кучи денег 2 сентября Новый сейв Идеален Никто не знает Кот Даже моя Дорожающая женушка Этот секрет Я разделю Только с королевы Акуакьор Она никогда Не скажет Его ворам Акукьор Акукьор Порох Замечательно Объединись Акукьор Это какое-то Лекарство Надо найти Почему я его Не видел до этого Он идет сюда Мистер Молодца Как же я его не видел Где же он был Все это время Ах Хорошо Они ведь Не умеют Открывать Двери Надеюсь Стоп Нет Хлам Ага 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 Так Мы давно Карту не изучали Мы вот отсюда Вышли Вот так Пробежались Вот нам Нужно Сюда Это что значит Как понять А снаряжение Итак Просить Зона Переместить Приблизить Короче Короче Здесь что-то есть Это сейф Я так понимаю Нет Черт Кошмар Оооо Было неожиданно Стопа Вот она Акукьюр Девять Девять Три Семь Девять Три Семь Ага Возвращаемся Обратно Как там у меня Нормально Внимание Всего лишь Внимание Так Оп Ой Мимо Я сам больше Трачу патроны Впустую Так Давай На 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 Есть Кажется Наверняка Теперь Наверняка Ооо Девять Три Семь Да Было Итак Ой Стоп Раз Погодите Правильно Раз Шесть Семь Восемь Девять Раз Два Три Раз Два Три Три Пять Шесть Семь Так это делается Нет Стоп Не так Вот так Блин Сорян Потом На Тройку И на Семерку Есть И это Модификация Для Пестоля Здорово Так Объединить С пистолетом Во Хорош Теперь Давайте Вернемся Обратно У меня Просто Целая Куча Механик В башке Путается Из разных Игр Так Вот он Ты Говно Такое Секунду 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 Во Хорошо Так Что у нас Тут Наверняка Чтобы Наверняка Под затылок Му В затылок Ой Ой Вот так Думаю Это Сработало Ладно Давайте Попробуем Изучить Механику Еще разок Я хочу Научиться Оббегать Смотрите Раз Два Есть Когда он Руку Поднимает Вот тогда Можно Бежать Точнее Прыгать Точнее Кувыркаться Пожарный Шланг Прекрасно Записка Работника Метро Беспорядки За несколько Дней превратились В катастрофу Пришлось Купить Дробовик Вдруг Совсем Беда Начнется Запру Его Пока В оружейной Стойке Думаю Мародеры Не доберутся А пока Поищу Патроны Где только Смогу Когда начнется Обрежу Цепь И вот он Голубчик Молюсь Чтобы Мы все Выжили Оружейный Сейф Так Использование Сюжетных Приметов Чтобы Открыть Дверь Или решить Голомку С помощью Примета Выберите Его И нажмите Использовать Но у меня Пока Такого Нету Могу Шланг Попытаться Открыть Но вряд ли Граната Нифига Себе О Фу Посмотрите Ко на него Нет места Для хранения Блин Обидно Да Нужна Эта Штука Мы Потом Еще Сюда Вернемся Ой Блин Дергаю Да Пожалуйста Сдохни У меня Всегда Такой Мандраж И рука Дергается Окей Чтобы Открыть Нам Нужен Будет Резак Мама Мама Это должно быть Офис Метрополитена Ага Есть Вот Ничего Чего Ничего ЖД Братьев Кайт Руководство Безопасность На подземных Железных Дорогах При прекращении Подачи Электричества Системы Метро Автоматические Отключаются После Восстановления Подачи Энергии Укажите На панели Управления Станции Где Поезд Будет Останавливаться А также Используемые Пути Если Маршрут Проложен С ошибкой И не отвечает Требованиям Безопасности Операция Будет Прервана Хорошо Это Потом Видимо Ладно Когда-нибудь Когда-нибудь Мы Это Используем Мы Все Это Откроем Он Вече Сейчас Проснется Да Нет Хорошо Надо в Пончики Сходить Пончики Сходить Риск Кто Идет Кто-то Идет Кто-то Квыляет Ко мне Сюда Не зайти Смотрите Повсюду Эти Замки Объединить Все Я думаю Давайте-ка Освободим Место Использовать И заодно Замысловатая Коробочка Стоп Давайте Мы ее Осмотрим Осмотр Да Предметов Хорошо Ой А Вот так Это делается Хорошо Пробел Красный Камень Искусственный Рубин Хорошо Похоже Его можно Куда-то Вставить Есть Сохранялочка Что ж Друзья Мы сохранились И я думаю Продолжим В следующий раз Мы обязательно Пройдем Эту игру Ставьте лайк Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВК и в стиме Увидимся очень скоро Не будем затягивать Эту прощалку Потому что Мне еще надо Записывать Ори In the blind forest Для вас Это тоже скоро Очень выйдет Спасибо всем большое За просмотр Я очень надеюсь Что у вас все Отлично Не болейте Берегите себя Близких Оставайтесь дома И Смотрите Меня Почаще Короче Заримайтесь Любимыми делами И Совершенствуйте Навыки У вас сейчас Очень много Времени Осталось Освободилось Точнее На Прокачку Навыков Если у вас Есть интернет Под рукой И вы хотели Научиться рисовать Петь Играть на гитаре Сейчас Самое время С вами был Юджин И всем Пять